Всем привет! Вы на канале Сергей Гончаренко и наконец-то, да, на сегодня ко мне доехал мой предзаказ, а именно Pocophone X3. Poco X3. Да, он у меня. Это хитовый опять-таки смартфон, нашумевший, очень интересный, множество классных возможностей и характеристик за сравнительно невысокую сумму денег. Здесь нам и NFC, здесь нам и повышенная частота в дисплее 120 Гц, и супер емкая батарея, и супер быстрая зарядка, и новый процессор. И все это мы имеем за сумму чуть больше 200 баксов. Вот какая-то интересная штука, да, Pocophone X3. Если вы помните и давно смотрите, у меня на канале уже был видеоролик с Pocophone, только Pocophone F1. Вы можете пролистать и посмотреть. Достаточно хороший легендарный смарт, топ со своей деньги был однозначно. Но и это все-таки, я думаю, продолжение. Пускай это и не флагманское железо здесь установлено, но все же очень хороший средний класс или немножко выше даже среднего. Поэтому, если вам интересна тема данного видеоролика, интересуетесь смартфонами Pocophone, или же подбираете себе смартфон по стоимости чуть выше 200 баксов, данный видеоролик вам может быть интересен. Усаживайтесь поудобнее, давайте все-таки посмотрим, что же это за Pocophone и что он из себя представляет. Ну и прежде чем мы откроем упаковку и наш смартфон, давайте выясним, чем он все-таки интересен и что в нем такого хорошего. Первое, я могу сказать в целом обобщенно, что это улучшенная прокачанная версия Redmi Note 9 Pro. Что здесь интересного? Ну, во-первых, прокачали процессор, установили процессор Snapdragon 732, поставили дисплей с частотой 120 Гц, установили стереозвук не фейковый, не типа стереозвука, а в действительности нормальный хороший стереозвук. Немного прокачали батарею, улучшили ее. Ну и по мелочи, то что камера, здесь в камере добавлены некоторые фишки и плюшки, которых нет в предыдущих моделях. И с коробки мы получаем уже смартфон на MIUI 12. Ну а теперь давайте открывать. Смартфон поставляется в такой вот упаковке Poco X3 NFC, коробка черная с желтым, стандартно для линейки смартфонов Pocophone. Цвет у нас, покупал я смартфон 6128 по памяти, Cobalt Blue. Оформлял я еще по предзаказу, и самый первый цвет, который был доступен, это Cobalt Blue, синий цвет. Также будет доступно, ну где-то еще через 7-10 дней, в расцветке темно-серый, наближенный к черным. Покофон здесь желтая упаковка, внутри у нас находятся документы с сим-латок, я думаю, это не столь интересно. И защитный чехол, вот сам защитный чехол. Естественно, я при получении смартфон открыл, посмотрел, запустил, хотя бы чтобы понять, что с ним все в порядке. Вот он, сам смартфон Poco X3. Помимо самого чехла, у нас в комплекте здесь еще защитная пленка, все как полагается. То есть, из коробки у нас есть стартовый комплект, и мы можем изначально немножко попользоваться смартфоном, и потом уже покупать то, что нам нужно. Чехлы, стекла и прочее, прочее защиту и аксессуары. Итак, кабель USB Type-C, по аналогии с Redmi Note 9 Pro, у нас с оранжевыми коннекторами, это все из-за того, что здесь мощное зарядное устройство на 33 Вт. Оранжевый коннектор у нас и на самом зарядном устройстве, и смотрите параметры. Параметры 33 Вт. Если я не ошибаюсь, в Redmi Note 9 Pro там зарядка 33 Вт, но заряжается смартфон 30 Вт. Вот здесь зарядка 33 Вт, и смартфон заряжается с той же мощностью 33 Вт. Это весь комплект, то есть шнур, зарядное устройство быстрое, пленка на экране и добротный силиконовый чехол. А вот таким вот образом смартфон смотрится в силиконовом чехле. Смотрите, с версии синие силиконовый чехол будет прозрачный, и с черной версией, я более чем уверен, чехол будет тоже прозрачный, но темный, тонированный. Тонированный смотрится немножко интереснее, потому что он не будет желтеть со временем. Чисто прозрачный вот такой вот силиконовый через 2-3 месяца будет желтеть. Поэтому, ну, как я и сказал, на первое время стартовый комплект есть, а дальше уже думайте о замене какого-то другого чехла и, естественно, защитного стекла, если вы это будете использовать. По защитному чехлу он достаточно плотный, может быть, немножко даже лучше, чем у предыдущих моделей. Боковые рамки толстые, плотные, даже когда одеваешь чехол, это все чувствуется. Вырез есть под кнопку питания и сканер отпечатка пальцев. Камера, смотрите, немножко, но выступает чехол за рамки камеры, то есть камеру защищать будет, такой вот огромный круглый вырез. Давайте так посмотрим. Да, чувствуется, что чехол защищает, что смартфон лежит все-таки на чехле, не на камере. И дисплей. Здесь все точно так же у нас, как вы видите, есть запас. И запас здесь довольно-таки немаленький. И даже если установить защитное стекло, оно как минимум будет вровень, а то и будет полностью утоплено еще за рамками чехла. Если вот так вот посмотреть, мы тоже чувствуем, что чехол полностью защищает наш смартфон. Ну и есть заглушка под USB Type-C порт. А что у нас по корпусу и по материалам? Ну здесь, конечно же, есть небольшой минус. Осадок все-таки остается, потому что это пластиковый корпус. Вот это вот пластиковая задняя крышка. Боковая рамка. Я даже не знаю, что вам сказать, но по ощущениям это пластик, потому что он не холодит руку. Но пластик довольно-таки хороший, литой, монолитный. Чувствуется, что здесь пластик с пластиком не продешевили и используется нормальный. По поводу задней крышки. Ну что сказать, это глянцевый пластик. Нанесен такой вот рисунок, надпись Poco. И по сборке я уже небольшой минус увидел и прочувствовал. Крышка немножко прогибается в центральной части. Здесь нет, здесь нет, а в центральной части прогибается. А знаете что? И смартфон еще дышит. Что я этим хочу сказать? А то, что если придавливать вот здесь, то из отверстия для лотка SIM-карты, куда мы вставляем скрепку для изъятия SIM-лотка, выходит воздух. Вот послушайте сейчас на микрофон, как это будет слышно. Я думаю, было слышно. Это первый уже нюанс. И дальше, знаете, что мне интересно? То, что в смартфонах заявлено пылевлагозащита IP54 от дождя, брызг и пыли. Соответственно, здесь, смотрите, есть и резиновая прокладка. Все, в принципе, нормально. Но, когда выходит воздух через вот это вот отверстие, мне теперь интересно, настолько адекватно заявлена эта пылевлагозащита. Повлияет ли это на пылевлагозащиту или же нет? И сразу же, не отходя от темы лотка SIM-карт, сразу же скажу два минуса по сравнению с Redmi Note 9 Pro. Первый, это касается, опять-таки, лотка для SIM-карт. Он комбинированный. Если взять Redmi Note 9 Pro, там лоток тройной, и можно одновременно устанавливать и две SIM-карты, и карту памяти microSD. Здесь же мы можем установить только или две SIM-карты, или одну SIM-карту и карту памяти microSD. Вот мне просто интересно, что тяжелого было сделать точно такой же лоток под SIM-карты. Ну, пускай там был пластиковый корпус, но нигде не денешься, нужно что-то как-то удешевлять, что-то менять. Но почему нельзя было сделать здесь тройной лоток, и реально это был бы, ну, просто супер смартфон с минимальным количеством минусов и изъянов. Ну, вот поступили как-то так, и это не очень интересно. Один из самых основных минусов данного смартфона. Ну, и второй минус, это по сравнению с Redmi Note 9 Pro, это пластиковый корпус. В Redmi Note 9 Pro, задняя крышка, стекло, здесь пластик. Я не говорю, что это большой минус, может быть, иногда это и к лучшему, что здесь пластик. Такой вот нюанс, как бы стекло считается более премиальными материалами. А пока мы запускаем наш смартфон, видим здесь надпись Poco, посмотрим, как быстро он включится. По корпусу мы посмотрели, давайте еще, наверное, посмотрим, что у нас по разъемам. На нижней грани у нас 3,5-мм джек, Type-C, микрофон, динамик. Смартфон уже включился. На правой грани кнопка питания, и кнопка питания примерно так же, может, немножко меньше люфтит, как и в Redmi Note 9 Pro. Опять-таки, мне интересно, насколько это будет влиять на пылевлагозащиту, хотя бы на минимальную. Ну, вот капель дождя, может быть, и не страшно, но на что-то большее однозначно рассчитывать не стоит. Чуть выше у нас качелька регулировки громкости. На верхней грани у нас идет дополнительный микрофон, инфракрасный порт. На левой грани у нас идет, ну, мы смотрели, уже видели, сим-латок, комбинированный сим-латок под две сим-карты или одну симку и карту памяти microSD. Смартфон уже запустился. Давайте посмотрим сразу же дисплей, максимальную яркость. Вот это вот максимальная яркость. Давайте на белом фоне. Ну, на белом фоне смотрится неплохо. Сейчас освещение достаточно яркое. У меня много источников света. И я бы сказал, наверное, комфортно было бы вот примерно так, где-то около 70%. Вот при 70% вполне комфортно все просматривается. Итак, здесь у нас POCO лаунчер. Смотрим. Да, он действительно шустрый. И я так предполагаю, что здесь уже включены 120... 120... Частота обновления. Да, частота обновления установлена 120. Я сейчас понимаю, что на видео вы этого заметить никак не можете. И когда я смотрел разные обзоры, разные обзоры на смартфонах, когда демонстрировали скорость работы и частоту дисплея 60 и 120 Гц, и в действительности на видео это ты не поймешь, пока не сможешь использовать. Чисто по впечатлению, если вы поймете, то 120 и 60 Гц, такое впечатление 60 Гц, когда вы покупаете какой-либо старый смартфон, или у которого производительность немножко занижена, который не имеет, как бы скажем, флагманских характеристик и немножко не так быстро реагирует на прикосновения, нажатия и передвижения по меню и приложениям. А вот когда включаем 120 Гц, тогда такое впечатление, как вроде бы смартфон реагирует практически моментально, сию же секунду, доли секунды реагирует на все нажатия, на прикосновения, на переходы по пунктам меню. Но в целом интересно. Что я скажу, стоит ли эта фишка своих денег, и стоит ли только гнаться за этим, я скажу, честно говоря, не стоит. Потому что сейчас пользуюсь 120 Гц, второй у меня смартфон 60 Гц, третий у меня смартфон iPhone 12, там 60 Гц, и получается у меня только один смартфон 120 Гц. Если сравнивать вот так вот два смартфона, использовать их, конечно, разница будет видна. Но если использовать их поочередно, то разница будет заметна только после резкого перехода с одного смартфона на второй. И все. Когда ты начинаешь пользоваться одним смартфоном на 60 Гц, потом еще следующим на 120, а потом на 60, разница не такая уж и заметная. Ну, во всяком случае, я думаю, что переплачивать очень много денег за эти фишки не стоит. Но, во всяком случае, если покупать смартфон с нуля и в конце 2020 или 2021 году, я думаю, однозначно лучше брать уже 120. Потому что отзывчивость, кажется, намного лучше. И впечатление, как вроде бы, ты в руках держишь и используешь флагманский топ-смартфон реально повыше классом, чем у тебя в руках на данный момент. Давайте посмотрим, что у нас по программному обеспечению. Я подключился к Wi-Fi. У нас идет версия MIUI 12.0, версия Android 10. И давайте посмотрим по обновлению, есть ли у нас какие-либо обновления. Да, обновление есть, 253 мегабайта, что нового, оптимизация стабильности системы и увеличение скорости работы. Загружаем. А пока загружается у нас обновление, давайте посмотрим на Poco Launcher. Здесь не стандартный лаунчер, как мы привыкли видеть в Xiaomi, здесь Poco Launcher. Таким вот свайпом мы заходим в меню, быстрый свайп, где у нас все приложения. Ну и переключение между рабочими столами здесь. То есть сюда мы можем устанавливать те приложения, которые чаще всего использовать будем, а здесь будет уже полный склад. Есть разделение на вкладки общения, развлечения, фотографии, инструменты, новости, покупки, игры. Плюс можно это все настроить именно под себя. Рабочий стол. К сожалению, здесь лаунчер только Poco. Хотелось бы иметь и Poco Launcher, и стандартный Xiaomi, потому что я очень много провел времени на Xiaomi, хотя был и Poco Phone. Но, да, впрочем, даже этот лаунчер неплохой. На презентации нам говорили, что улучшили еще виброотклик. Да, в действительности он здесь хороший, классный, но я бы сказал, он примерно на том же уровне, что и были на Redmi Note 9, Note 9 Pro. Просто хороший, качественный, уже тот, которым можно пользоваться, и тем, которым хочется пользоваться, а не выключить. Ну, во всяком случае, примерно того же уровня, что и был раньше на линейке Redmi Note 9 версии. Теперь давайте вкратце посмотрим по железу. В смартфон установлен новый процессор Snapdragon 732. Но когда устанавливаем AIDA64, видим, что процессор у нас 730. По сути, это 732, это и есть Snapdragon 730, только немного разогнанный. Возможно, поэтому, а возможно, пока что временно, не определяется правильно модель процессора. Это восьмиядерный процессор, который изготовлен по 8-нанометровому техпроцессу, и в паре он работает с графическим ускорителем Adreno 618. Ну, и вариация по памяти у меня 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт постоянной памяти. Сейчас мы посмотрим, хотя бы вкратце еще тест Antutu, сколько смартфон в Antutu набирает, чтобы примерно ориентироваться в сравнении Snapdragon 730 и 720. Итого, смартфон набирает практически 283 тысячи баллов. И если сравнивать с Snapdragon 720 и 730, то, как мы видим, разница минимальная, но она есть. 2-3 тысячи разницы между этими процессорами есть в Antutu и в производительности, и 732 Snapdragon чуть лучше всех этих процессоров. За тест прохождения в Antutu смартфон нагрелся на 0 градусов, разрядился на 4%. Вот по поводу автономности пока еще остается интересный вопрос, потому что батарею немного увеличили, но частота у нас стала 120 Гц. Возможно, немножко меньше будет автономность, чем у тех же Redmi Note 9 Pro. Это мы, конечно же, будем смотреть. Ну, а производительность, конечно, дальше мы будем все тестировать уже в полном обзоре и опыте использования, а также в сравнении с другими аналогичными смартфонами. Но в целом, то, что я пока сейчас вижу, меня очень и очень радует. Все быстро, шустро, смартфон срабатывает, все нажатия, все прикосновения, вхождение по меню, по настройкам, без проблем отлично работают. Если с производительностью мы немного разобрались, теперь давайте посмотрим, что у нас по камерам. Смотрите, блок камер у нас поставили такой вот внушительный, честно говоря, чисто на любителя. Мое мнение, мне абсолютно это не нравится, к тому же очень сильно и выступает еще тот же блок камер, не совсем удобно, и красиво гармонично это смотрится. Но опять-таки, может, кому-то это наоборот нравится. А в чехле вовсе такая дыра на полтелефона получается. Очень как-то несуразно смотрится. Во всяком случае, у нас установлено здесь четыре модуля камеры. Красиво сделали сюда вспышку, обыграли немножко, типа как еще одна пятая камера. Ну и того четыре. Основная камера на 64 мегапикселя, 13-мегапиксельный широкоугольный модуль. Хорошо, что немножко увеличили все-таки разрешение и количество мегапикселей на широкоугольном модуле. И также два модуля по 2 мегапикселя. Это портретный модуль для размытия заднего плана и глубины резкости определения для портретов. И двухмегапиксельный макромодуль. В целом, я так понимаю, основной модуль и широкоугольный будут самыми популярными. Остальные будут, ну, может быть, пару раз включите, поиграйтесь и забудьте за это. Сейчас я сюда же, в этот видеоролик, набросаю несколько примеров записи фото, записи видео. Вы можете поверхностно хотя бы оценить это. А потом уже в следующих видеороликах мы будем более подробно рассматривать, что может, какие возможности у камеры Poco X3. А также будем сравнивать с другими смартфонами. Это Redmi Note 9 Pro и Mi 9T, естественно. и может еще какими-либо аналогами в этой ценовой категории. Пример записи видео на Poco X3 на основную камеру. Запись ведется в Full HD 60fps. Стабилизация включена. Оценивайте качество записи видео, качество стабилизации, ну и звук. Настолько это вообще возможно. Пример записи видео на Poco X3. Разрешение 4K, 30fps и рабочая стабилизация. Оценивайте качество записи, видео и звука. По интерфейсу камеры у нас мало что изменилось. Камера включается в режиме фото 1X, это стандартный модуль, 06X это широкоугольный модуль и 2X это двухкратный зум. Делается зум с основной камеры круп из 64 мегапикселей. Дополнительно у нас есть профи режим, где можно большинству параметров настраивать. Видеорежим, в котором можно снимать на все модули широкоугольный, двухкратный и основной. И также можно снимать еще на макромодуль, что тоже интересно. Это в основном только Xiaomi могут так, но еще некоторые модели, но мало, мало какие. Также портретный режим, в котором можно изменять глубину размытия заднего плана. Также очень классно, что здесь работает тактильно, виброотклик, который, можно так сказать, интегрирован в систему и работает не только при нажатии вот этих вот системных клавиш, а работает много где, и это приятно по аналогии с iPhone. В пункте еще множество вариантов, что интересного есть. Ночной режим 64 мегапикселя, режим влог, который позволяет снимать интересные видеоролики, таймлапсы, камера, которая будет снимать одновременно два плана, и передний, и задний, и можно изменить вот в таком вот плане, или наоборот, вот в таком вот плане. В принципе, интересно может быть для влогов. Из плюсиков у нас еще есть длинная выдержка и режимы клонирования. Это все ему нужно, и мы будем, наверное, все-таки проверять, смотреть, как это будет работать. По поводу видео есть тоже свои плюсы, что, ну, во-первых, то, что макро можно снимать, это раз, а во-вторых, то, что на все модули камеры можно снимать 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps, вот сейчас 60fps, у меня 0.6x, мы можем в этом разрешении снимать, то есть широкоугольный модуль. 1x стандартный модуль и двухкратный зум. 4K мы можем на двухкратный зум снимать, на стандартный модуль камеры и даже на широкоугольный модуль. И что самое интересное, стабилизация здесь работает как на 1080p 60fps, 30fps, и так на 4K 30fps, потому что у некоторых Xiaomi, в особенности бюджетных, либо в 4K отключается стабилизация, либо и в 4K, и в 1080p 60fps. В том же Redmi Note 9 Pro, там стабилизация, кажется, работает только 1080p 30fps, и все. Здесь стабилизация работает во всех разрешениях, что значительно интересней, чем в его аналогах. Теперь нам осталось еще проверить звук. Звук здесь у нас через внешний динамик и стерео. Он идет с этой части, где находится динамик, и сверху. Причем они практически равносильны, то есть динамики там и там достаточно громкие. Чтобы это проверить, мы включим и послушаем это все. Конечно, может быть некорректно передавать микрофон камеры звук, но во всяком случае, чтобы иметь хоть какое-то понятие. Максимальная громкость. Новый смартфон от компании ZTE, а именно ZTE A7S 2020 года. Это новый смартфон конца 2020 года от компании ZTE. Кстати, даже я посмотрел, так обзором на него я пока не нашел. Может мой будет первым, а может и нет. Может у кого-то он уже есть. Лайк, если мой обзор первый. И недавно на канале вы могли у меня видеть смартфон от... Не знаю, настолько адекватно вы это слышали, но во всяком случае, они практически равносильны. Да, нижний динамик немного громче, но и того, это не то псевдо-стерео, которое было еще там на Xiaomi Mi 6 и Mi Note 3, когда верхний динамик немножечко подыгрывал, подпевал нижнему. И нижний все-таки был основным. Сейчас они почти равносильны. Ну, естественно, по безопасности, по вариантам блокировки-разблокировки. Есть у нас возможность блокировки с помощью сканера отпечатка пальцев, который находится в кнопке питания сбоку. Достаточно-таки удобное расположение. Еще со времен Redmi Note 9 Pro, я это все говорил, удобно, когда смартфон вот в таком вот положении. Когда скан отпечатка пальцев сзади, иногда неудобно его разблокировать. Зато здесь, если там идет какой-либо видеоролик, и вы просто-напросто установили и забыли, а так вот приложили палец, разблокировали буквально моментально, все хорошо и удобно. И по поводу срабатывания и разблокировки. Давайте посмотрим, как быстро-небыстро. Смотрите, буквально прикосновение. Кнопку нажимать не надо, просто легкое секундное прикосновение. И сканер срабатывает отлично. Ну и также давайте посмотрим разблокировка по фронтальной камере, по лицу. Пробуждаем смартфон. Ну, тоже буквально моментально, как вы видите, смартфон не успевает даже показать заставку. Он срабатывает моментально. То есть по способам разблокировки никаких претензий нет. Хотя за мной вот здесь и здесь еще установлены два софтбокса, которые могут мешать разблокироваться по лицу. Ну, то есть это фронтальное освещение, это контровой свет. Ну, во всяком случае, смотрите, все быстро и хорошо. Теперь еще остался вопрос цены. На данный момент смартфон по версии 6.64 локально у нас в Украине стоит 230 баксов. Версия 6.128 250 баксов. На время предзаказа, я оформлял предзаказ и по предзаказу покупал его, версия 6.128 стоила 230 баксов. И это актуальная, вполне адекватная цена, потому что разница между Redmi Note 9 Pro и Poco X3 в цене небольшая. Но есть множество плюсиков, которые все-таки стоят этих денег. Я бы, например, заплатил бы немножко больше, несущественно, но взял бы уже Poco X3. Здесь есть некоторые плюсики, которые все-таки интересны и полезны в дальнейшем использовании. Ну и вкратце, основные плюсы и минусы Poco X3. Первое, это производительность, новый процессор Snapdragon 732. Второе, это дисплей с частотой 120 Гц. Это стереозвук и увеличенная батарея на 5160 мАч. И основные минусы, это пластиковый корпус, хотя минус такой вот спорный, для некоторых пластик может быть даже плюсом. Во всяком случае, даже если вы оденете этот смартфон в чехол, то какая разница, какой материал корпуса там будет у вас внутри. И самый основной минус, это комбинированный лоток для сим-карт, в который можно установить либо две сим-карты, либо одну сим-карту и карту памяти microSD. Почему нельзя было установить тройной лоток для сим-карт, как в Redmi Note 9 Pro, неизвестно. Ну и также хочу вам сказать, что Xiaomi Mi 9T у меня в постоянном использовании уже больше года, его точно так же я оформлял по предзаказу, как и Poco X3, поэтому обязательно в ближайшем будущем сравнение будет Mi 9T и Poco X3, потому что Poco X3 в многом даже, ну не во многом, а в некоторых параметрах лучше, а может быть в некоторых и уступает. Но это мы, конечно, уже узнаем в более детальном сравнении. Так что, если это вам интересно, подписывайтесь, ставьте колокольчик и смотрите мои видеоролики. А по данному видеоролику у меня, в принципе, все. Если у вас остались какие-либо вопросы, замечания, пожелания или предложения, а также ваши мысли, пишите, может быть, что-то учту уже в полном обзоре в опыте использования в комментарии под этим видеороликом. Ну и это все-таки будет интересно почитать как и мне, так и всем зрителям данного видео. Всем, кому данный ролик чем-то понравился или был полезен, ставьте лайки, и подписывайтесь на наш канал и соцсети, делитесь этим роликом с друзьями, знакомыми, близкими. Ведь, может, кому-то поможете с покупкой или не покупкой такого вот девайса. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok